Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После 9 утра. Личное утро. И еще раз говорим доброе личное утро каждому лично, каждому слушателю Радио Болтком. Евгений Шафранок, Олег Пек, и сегодня проводят это мероприятие. Обычно всегда мы встречаемся... Нам помогает Евгений Копейн. Да, Евгений Копейн. Чуть было не забыли. И как всегда мы встречаемся с интересными людьми нашего города, общаемся, узнаем что-то новое, новые профессии, новые интересные какие-то увлечения. И сегодня действительно разрыв шаблона. Олег в шоке. У нас прекрасная гость, очень хрупкая девушка Марина Романю, которая является инструктором и совладельцем автошколы Мотопрекс. И при этом у них профиль на мотоциклы. То есть она инструктор... Она байкер. Вот когда слово байкер обычно представляется, ну я не знаю, там волосатый, бородатый, боючий, там на Харлее, там с потными подмышками, с банкой пива. Что у тебя за... У тебя точно шаблон, на самом деле ничего подобного. Да, и вот мы сегодня хотим пытать Марину и по поводу профессии, и по поводу тех, кто занимается. И вот как раз по поводу шаблонов. Марина сразу предупредила, что она волнуется, если что. Мы сказали, что у нас сегодня такой очень легкий, непринужденный диалог, полилог точнее. Поэтому начнем, наверное, с главного. Ты когда первый раз села на мотоцикл? Ну, первый раз села на мотоцикл я давно, но вторым номером никогда не ездила за рулем. Второй – это пассажир. Да, еще немножко поправлю. Я не инструктор, я преподаватель теории в нашей школе. Да, инструктором работает. У нас три инструктора, работает мой муж. Это вообще все благодаря ему, это его идея. Он болен мотоциклами с детства. Ему это очень нравилось. И как-то получилось так, что вот 4 года назад мы решили просто попробовать. Просто попробовать и открыть школу. То есть он давно уже преподает категорию. И как-то что-то все получилось. Я первый раз села сама лично за мотоцикл 3 года назад. Потому что по нашим правилам, чтобы мне обучать и преподавать теорию на категорию, конечно же, у меня должны быть права. Я должна знать, уметь и владеть мотоцикл. Было страшно? Ты понимаешь, как первый раз он поедет? Это было сцепление отпускаешь и думаешь, вдруг ты сейчас в забор уедешь. Это было страшно. И понимаешь еще, если бы, наверное, мне было 24, я первый раз села, наверное, это было не так страшно. Так как мне уже было побольше лет. Было страшно. Мне далось это очень тяжело. Потому что я и мотоцикл, это, наверное, вообще несовместимые вещи были. Я себя не могла представить. Мне было очень тяжело. Плюс, обучал меня супруг. И это тоже немножечко непросто. То есть это все потом неслилось домой? Да. Конечно. Неслилось не только домой. Домой вообще уже. Я не знаю, как мы приходили с родственниками. Поэтому было сложно. Общее увлечение мотоциклами. Оно у вас одинаковое? Или все-таки у тебя муж болеет больше? Ты скорее поддерживаешь? Или ты тоже уже сейчас заболела? Вот могу сказать, что, наверное, в этом сезоне, вот это уже четвертый сезон, у меня совсем другие увлечения. То есть я очень далека была от мототемы. Но вот сейчас я настолько увлеклась, я уже как-то не хочу заниматься своими делами. То, что я раньше любила. Как-то мне очень, очень я прониклась мотоциклами. Во-первых, ну это совсем другие ощущения. Ты себя чувствуешь по-другому. Новые люди. В школу приходят. Ну, не знаю, может быть, нам везет так. Кто приходит? Наши ученики, ну, замечательные ребята. Просто к нам какой-то возраст, например? Да, как кем? С 24-х. Кто-то приходит пораньше, кто-то хочет. Витя категория не только разделяется на... То есть вот я большой дядя и хочу вот прийти... А как у нас кризис среднего возраста? Да не знаю, что я с этой жизни. Кстати говоря, по моей статистике, очень многие приходят после чего-то. Вот понимаешь, вот какой-то определенный момент в жизни наступил. Не просто 24 года, и я могу получить уже категорию. Да, вот какой-то определенный... Девушка просила, пойду заниматься. Очень... Развод, все, хочу. Там или я не знаю, мне 60... Можно спалиться, да? Так я показался на площадке, я думаю, какие-то у нее изменения в жизни. То есть всю жизнь хотел, есть такие люди, реально, которым по 60 лет. Всю жизнь хотел, вот никогда не было возможности. Сейчас есть возможность, пенсия. Чего ждали, дети выросли, да? Пришел и занимается. Вот, ну, тоже очень много. По поводу страхов, все-таки это такой травмоопасный вид спорта, и не каждый, наверное, может сесть и поехать. Или каждый. Или есть категория людей, которые пробуют, но им очень сложно себя перебороть. Как вообще происходит? Ты же видишь эти разные типажи людей. Очень, очень разные. Конечно, во-первых, я могу сразу различить, то есть мужчины, женщины, мальчики, девочки. Это очень по-разному. Есть девчонки, которые сел, она вот хочет и все. Вот она села, отжигает и поехала. А другая очень хочет, очень старается. Ей, конечно же, достается это гораздо тяжелее, да, но она все равно достигает своей цели. А кто легче обучается, мальчики или девочки? Конечно, мальчики. Но есть такие девчонки, ты не представляешь. Они лучше, чем мальчишки обучаются. Это просто. Она приходит первые два занятия, и уже понятно, что, ну, то есть через пять она просто пойдет сдавать. Да, а, ну, все равно с девочками немножко труднее. У них больше страхов. Они боятся упасть, они берегут свои ноги, руки и так далее. А то же в Инстаграм что выложишь потом? Это мальчики могут в синяки выставлять. Но зато ты понимаешь, после девятого-десятого занятия, как девчонки там летают, они показывают такие вещи, что некоторые мальчики такого делать не могут, понимаешь? А тебе, например, и тебе, и мужу там страшно, волнительно наблюдают за тем, как ученики себя ведут на площадке, потому что, может быть, среди них есть как раз те, которые вообще такие рисковые ребята, да, и их надо прямо искусственно тормозить. Да. И выгонять, может быть, с площадки. Да, сто процентов. Я могу сказать так, что, во-первых, на каждой площадке есть, на нашей площадке, да и вообще, как она кажется, должны быть правила. Мы двигаемся, мы там не одни, не одна школа. Мы должны соблюдать эти правила, потому что инструктор несет полную ответственность за ученика в момент обучения. И, как бы, естественно, они все проходят инструктаж, все получают экипировку, да, нет таких «но». Есть, я могу сказать, вот, буквально пару дней назад у нас вот ученик с новой группы, да, он летает. То есть его всегда надо отдергивать. Либо просто снимать с мотоцикла, либо, ну, то есть говорить с ним, да, потому что… И он летает мимо, вы его так, вот, снимаете, ускорился. Нет, просто останавливаешь, разговариваешь, то есть объясняешь, почему нельзя, потому что он не один на площадке, там, может быть, 10 человек, понимаешь, и, может, пришла девочка, у которой первая, понимаешь, она будет бояться всего, она даже будет оборачиваться, бояться, она будет там, не знаю, любого, кто мимо пролетает, бояться. А он уже, понимаешь, может быть, с каким-то опытом, и, может быть, такой вот, не ветер в голове, а такой драйв у него, но это, ну, пресекается сразу же, потому что это касается безопасности и, то есть, ну, и нашей ответственности. А сколько уже прошло учеников через руки? Через нашу школу? Ну, вот, могу сказать, 300. 300 – это только официально. Ну, то есть официально, когда мы… А, подожди, сейчас я понимаю, налоговая… Не-не-не-не, официально я имею в виду с того момента, как мы открыли школу, как мы работаем вместе, как наша школа, ну, вот, получила свое название. И как они права получили, да? Да, до этого, это небольшое количество, да, до этого, то есть, мой муж работал еще, там, 5 или 6 лет, то есть, без школы, просто при другой школе тоже инструктором на А категорию, на Б категорию, то есть. А вы друг за друга не боитесь? Вот кто-то сел на байк, уехал, а вы там, слушай, доедешь, напиши, или у вас нет вот этого вообще? Ну, ты знаешь, за кого я не боюсь, это за своего мужа. Вот я настолько ему доверяю, вот, в плане мотоциклов, я вот, это единственный человек, с кем я могу вторым номером пока, я не знаю, других у меня не было друзей, он мне хотел покатать, с кем мне не страшно. Он знает все от и до… Конечно, я не могу сказать, что все люди, вот, вот такой вот человек идеальный, все-все-все знает. Нет, он, ну, я не знаю, я просто по нему вижу, мы 19 лет вместе живем, как бы он… А как произошло знакомство, то есть, поехали в красотка кататься, то есть, подъехал байкер такой? Нет, вот у меня и шлем в доме случайно оказался, так это обычно. Я, кстати, видела недавно, так знакомились. Нет, 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 мы познакомились в школе. Вообще, ну, нет, 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 в простой школе, в которой мы учились. Понимаешь, у них школа связывает, то одна, то другая. Да, 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 и мы много лет вместе жили и не думали про школу, все это очень боязно, страшно, и кажется, что не получится, но очень важно все-таки верить в человека. И когда у человека есть вот то призвание, наверное, это было его призвание, он много где работал, много что пробовал, да, но когда у человека есть призвание, один маленький нюанс, нужно просто поверить. Я, честно говорю, я сама не верю, когда я пошла даже учиться, у меня, то есть, два высших образования, но я когда пошла учиться на преподавательную категорию, мне было настолько сложно, и мотоцикл, и правила, и техника, и безопасность, мне было очень сложно, я думала, я никогда не смогу. Слушай, про байкеров, знаешь, иногда говорят, что они делятся на тех, кто уже упал, или на тех, кто еще не упал. Нет, падают все. Падают все. Падают все. Понимаешь, можно ездить 10-20 лет, можно там кичиться и гордиться, что я там 20 сезонов и никогда не упал. Он упадет 21. Это все зависит от человека, реально от человека. Ну, то есть, падают все. Нет, такое можно упасть. Понимаешь, ведь упасть можно и просто на заправке. А можно, не знаю, в гараже уронить мотоцикл, а можно разогнаться 180 и в стену ехать. Понимаешь, есть разные, есть категория. То есть, у нас вообще сейчас очень такие наши, не то что наши ученики, вообще байкеры и вот это вот движение, они такие очень грамотные. Они не просто как раньше, то есть, от перекрестка до перекрестка, то есть, откручивают газ и несутся непонятно зачем. Как она говорит красиво, откручивают газ, летают. Ну, понимаешь, большинство сейчас, они стали очень грамотные, они хотят повышать свой навык, они хотят грамотно ездить. То есть, ну, конечно, без падения все равно не бывает. Ну, не бывает. Ни в момент обучения, ни тогда, когда ты сдал на права. Это, ну... Очень, очень такой, я бы сказал, не знаю, наивный вопрос. Для чего нужен мотоцикл? То есть, вот, когда говорят, ну, я просто объясню, машина, это не просто, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, иногда это отвезти детей в школу, там, закупить продукты или, там, выехать на дачу, там, много вещей сложил в багажник. Вот этого всего лишён как бы мотоцикл. Вот, а потом ты садишься, один. Да, я не где тебя спрашиваю. Я понимаю, что, ну, это же круто. Это, ну, ладно, хорошо, круто. Понимаешь, это определённые эмоции. Это, я не могу сказать, свобода, ты сел там и уехал в закат, да? Но это определённые эмоции. Во-первых, когда ты, то есть, у тебя уже получилось. У нас, ну, вот сейчас сдать на А-категорию, это непросто. Не просто даже мальчикам. Не просто, ну, то есть, это работа. Это надо, то есть, ты, во-первых, сдал, и у тебя права, это круто, это очень круто, да? И потом, ну, не знаю, это такие эмоции, которые ты получаешь. То есть, ни от чего больше ты этого не получишь, как от мотоцикла. Можно, то есть, просто многие стресс снимают. Просто садятся после работы покататься, да, то есть, чувствуют себя прекрасно. Может быть, они всю жизнь этого искали, может быть, они, что-то им не хватало, да? Ну, у всех есть же разные увлечения, да? Кто-то, тут очень много нюансов, понимаете? Тут может быть и спорт на мотоцикле, тут может быть и путешествие на мотоцикле. Тут, ну, то есть, или просто, ну, динамичное движение, человеку нравится. То есть, двигаться в трафике в городе, ну, не стоя в пробке, да? Но при этом же мы понимаем, что, чтобы, допустим, вести байк, чтобы сидеть за рулем, должна быть стопроцентная концентрация. Вот эта стопроцентная концентрация, она доходит в какой-то момент до автоматизма, да? Конечно. Или она всегда, ты всегда вот, нет, невероятно включена. Ну, во-первых, байк всегда будет от тебя требовать стопроцентной концентрации. Малейший твой, малейший твой, вот ты вот прозевал, я не знаю, ты там не выспался, это, ну, это отражается. То есть, конечно, когда ты учишься, когда ты нарабатываешь навык, конечно, твои руки и ноги знают, что делать. То есть, ты в экстренной ситуации, они сами, то есть, ну, наша цель научить вас ездить так безопасно, чтобы в экстренной ситуации твои руки и ноги и твоя голова сообразила, что сделает в данный момент. Но это же не всегда, ты понимаешь, немножко ты отвлекся, немножечко, ну, то есть, вот какой-то вот потерял концентрацию, и все, это очень опасно. Даже если у тебя там 10 сезонов прав, понимаешь, ты отключился сейчас, вот ты там задумался, не знаю, заслушался музыкой или там у тебя какой-то стресс на работе или дома, да, ты чуть-чуть отключился мыслями и все, потому что ты не один в городе. Вокруг тебя со всех сторон, то есть, другие люди, у которых тоже может быть стресс. Конечно, это опасность, поэтому на байке ты должен быть полностью сконцентрирован, то есть, полнейшая концентрация. И все аварии, ну, как сказать, это большинство, то есть, аварии – это неправильно выбранная скорость, и твоя, ну, не концентрация, не умение прочитать то, что будет делать другой водитель, что у другого водителя в голове. А как сейчас у нас ведут, например, водители машин, которые, допустим, не всегда любят байкеров, да, которые внезапно появляются? Ну, вот понимаешь, по весне совсем сложно, да, вот весной еще водители машин не привыкли, да, они отвыкают за зиму, они не привыкли, поэтому вот такие вот аварии случаются даже и с нашими учениками, не по вине водителя, хотя я считаю, что по вине водителя мотоцикла, потому что он где-то пропустил, он где-то не прочитал, он где-то не подумал, да, он должен думать за всех, кто его окружает. Потом, когда сезон уже начинается, уже водители начинают привыкать и… Пропускают? Конечно, они пропускают. У нас, ну, то есть главное, понимаешь, ну, нету сейчас такого, что там подъехал, зеркало отломал, то есть все, там, ты такой, там, ты меня не пропустил, ты меня не заметил. Мне кажется, главное улыбаться, быть дружественным, то есть это очень хорошо действует на водителей. Но есть такие, конечно, есть такая категория, которая всегда тебя будет ненавидеть, и будет думать, что ты там такой-сякой там, то есть чокнутый мотоциклист. Обидно, обидно вот это хрустики. Ну да, наверное, обидно тебе, ну как, ну как, ну не то, что обидно, ну, понимаешь, человек, это все говорят люди, которые никогда этим не занимались, они не проходили этого. Дождите, а что такое хрустики? Вот я тяжу, как это все. Ну, мотоцикл, знаешь, который на спортивных этих байках очень быстро ездит, вот их называют хрустиками иногда. Ну, они называют и хрустиками, и донорами, их по-разному называют, но я считаю, что это просто очень глупо, потому что так говорят только те люди, которые вообще не знают, как это, как это, как это получить права, как это управлять мотоциклом, это просто, ну, это большая работа, да, то есть они могут только рассуждать, диванные критики, понимаешь, вот, или там в машине он едет, там, хрустик, донор, это все, ну, не знаю, я честно говорю, я много, ну так, у меня муж давно катается на байке, то есть, да, и я раньше тоже так думала. Да, я раньше тоже так думала, потому что я сама не знала, я не проходила этого, да, то есть мне это, то есть мне казалось, все, они там отжигают, ну, типа, ненормальные, там, им лишь бы погонять. Сейчас, когда я все это прошла, когда я сдала, мне, ну, тоже было очень сложно, я просто понимаю, что, ну, это не так, и они очень, то есть грамотный байкер, он никогда не допустит вот аварийной ситуации, если, конечно, он уже ничего не может сделать, хотя сделать можно, все, скорость, все зависит от скорости, ну, и от твоего мышления. Слушай, сейчас, насколько я знаю, ЦСДД усложнили, усложнило сдачу экзамена именно за счет того, что сейчас должна быть полная экипировка, то есть, по закону, у тебя должен быть шлем, если ты ездишь на байке, но, естественно, все мотоциклисты, они полностью экипированы, это куртки, защита там и так далее. И в ЦСДД раньше тоже было, в принципе, можно взять, было надеть шлем, пойти сдать на байке, получить права. Сейчас должна быть полная экипировка. Или как? Или что-то поменялось? Или не так, что поменялось? Нет, 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 нет. Во-первых, с этого года, конечно, должна быть полная экипировка. Все-таки это правильно. Вообще, я считаю, что экипировка – это неотъемлемая часть. Но ты сел на байк, какая разница? Доехал ты там в магазин, или там, я не знаю, доехал ты от пункта А, и тебе недалеко в пункт Б. Ты должен быть экипирован не только шлемом, это твоя безопасность, это твоя жизнь. Что такое экипировка? Давай проясним для тех, кто не очень понимает. Экипировка. Это вот такие большие вот эти костюмы, в которых... Ты знаешь, она бывает разная, то есть тут может быть и городского типа экипировка, может быть, ты занимаешься, не знаю, мотоспортом на треке, у тебя там комбинезон, ты можешь ездить как хочешь в городе, как тебе удобно, понимаешь? Это же все зависит от того, как тебе удобно сидеть на мотоцикле. Экипировка – это, ну, экипирование твоего тела, конечно, шлем, перчатки, локти, колени, ботинки обязательно, куртка, штаны, то есть, ну, все. Ну, почему, кстати, ботинки обязательно? Почему нельзя ехать в кроссовках? Ну, потому что ботинки помогают ноге не скрутиться в опасном... То есть, они работают на то, чтобы нога не скручивалась, то есть, они же твердые, они не мягкие, но если получилось так, что ты даже не на большой скорости завалил себе на ногу байк, ну, ты понимаешь, в твоей ноге, ну, в стопе огромное количество косточек, понимаешь, и ну... То есть, за сколько можно экипироваться, расскажи мне? Вот минимально. Вот минимально. Минимально обязательно на прокат, я понимаю. Ну, на прокат, ну, я не знаю, как на прокат. Видишь, очень много, очень много фирм, очень много компаний, это все на твой бюджет. Там, ну, то есть, начинаешь... За 200 евро можно себе экипировать? За 200 евро... Куртку, ботинки, ты что, Саша? Куртку, ботинки, шлем, перчатки, шлем? Нет, думаю, нет. А еще, а мы еще забыли на локция, на колени. Ну, да, ну, нет, ну, в куртке это все, в куртке это все внутри. Если ты уже купил мотокуртку, то в мотокуртке... Ну, с 500, начиная, думаю, да. Без шлема. Ну, почему без шлема? Смотря какой ты шлем выберешь. У меня есть шлем. Может, ты выберешь шлем с росписью Валентины Ройся, а он будет стоить там, не знаю. С ушками хочу. Ну, с ушками тоже можно. Есть шлем с ушками. И с ушками, и с косичками, все можно. А сколько байков в семье? У каждого свой? Ну, у мужа свой. У меня нет. Я хочу. У меня только школьные. Ну, и в школе у нас шесть мотоциклов. То есть школьных, на которых... Мы вот первый год позволили себе купить... Вот у нас сейчас обучаются наши ученики, конечно, на новых мотоциклах, таких же, как в ЦСДД и... Слушай, ну, они же их роняют, они же их царапают. Да, но они все... У тебя сердце не разрывается? Нет, они не разрываются, потому что они защитой, то есть защищены. И, то есть, не надо за это переживать ни на уроках, когда ты учишься. То есть, я за это не переживаю. Я каждый раз говорю ученикам, никогда не берите это в голову. То есть, упал мотоцикл, это нормально, это процесс обучения. Лучше ты не падай. У нас, кстати, прозваниваются просто... Давай, берем золото, надевай, пожалуйста, наушники. Нужно хотя бы или приложить кухню. Да, бери. Да, 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 все, все. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, если посмотреть открытие сезона с байками, это на весь год хватит. Спасибо им, спасибо. Это в хорошем смысле вы сейчас сказали? В хорошем смысле. Вам нравится, да? Очень, очень. Ой, как здорово. Здорово. Мы были готовы к критике. Как тут критика в WhatsApp пишет. У меня есть непутевый приятель предпенсионного возраста. Не от большого ума купил мотоцикл. Влился в стаю таких же непутевых байкеров-бездильников. И теперь друг перед другом хвастают тряпками и железками. Ну, я так понимаю, что там... Ну, не знаю. Может, на пенсии им так нравится. А хвастают вообще, то есть вот... Ну, конечно. Да ты что? Когда человек покупает мотоцикл, любой, первый, красивый или некрасивый... И зеленый, неважно, да? Любой. Первый, зеленый, красивый. Он будет всегда лучшим. Это же как ребенок. Это же как член семьи. Нет. Есть такие, которые им все равно. Они так... Они приезжают каждый раз к нам на площадку. Ну, большинство наших учеников. Мы вообще со всеми нашими учениками очень близки и дружим. Конечно, похвастаться байком. Одежда. Плюс одежда. Конечно. А что больше хвастаются? Девочки или мальчики? Мальчики. Все равно, да? Даже здесь мальчики хвастаются. Получается, что даже окончив школу, продолжают сохраняться какие-то связи? Я скажу так, что... Да, у нас... Я не знаю, может быть, нам так повезло. Мне вообще кажется, что к нам просто так не приходят люди, не приходят ученики. Очень дружим. То есть у меня было в этом году день рождения, ну, 40 человек. Я даже не ожидала. Я даже не знала, что... Я даже не знала этих людей. Нет, я их знала, но я не знала, что они ко мне приедут. Мы очень-очень плотно, тесно общаемся. У нас есть вылазки школьные, да? То есть с нашими учениками или с нашими друзьями мы ездим в большой компании на мотоциклах. То есть отдыхать за город. Давай фишки какие-нибудь. Когда вы встречаете других байкеров, что вы делаете? Ну, ручкой помахаем. Кроме мопедов. Мопедистам. Слушайте, так подождите, а вот мопедисты, вот это... К мопедам, что за шею? Это изгои какие-то получаются? Нет, они не изгои, просто они еще, наверное, не на таком опыте. Не знаю почему. Я, честно говоря, даже не знаю, почему байкеры не любят здороваться с мотороллерами. Но при этом у вас на мотороллерах можно научиться кататься. Я видела эту девочку совершенно сумасшедшую. Ой, я тоже. Этой девочке 12 лет, а выглядит она, конечно, на 10. Но что она вытворяла? Я уже ее даже остановила и сказала, послушай, надо немножечко притормозить. Она говорит, мне сказали. Она очень лавировала. Да, очень лавировала между конусами. И, конечно, она, конечно, молодец. Но, понимаешь, вот для меня немножечко непонятна система вот тоже обучения. То есть мы все взрослые люди, у которых есть Б-категория. То есть учимся на А, управлять мотоциклом. А на мотороллер же ребята, то есть с 14 лет они же могут сами выучить эту теорию. Понимаешь, сами выучить знаки. Ну, для меня все-таки кажется, что дети тоже должны ходить в школу. Они не могут сами выучить. Понимаешь, на площадке... В школу по теории. Да, в школу по теории. На площадке тут человек, который ездит 20 лет на машине, приходит ко мне, сидит, учится за партой. А ребенок, которому 14, может это сам выучить. Это трафик, это город. Конечно, у них маленькая скорость. Но это также опасно. То есть на мотороллере не нужно сдавать теорию? Нужно сдавать теорию, но они сами могут без посещения школы... Да, они сами могут ее выучить. Я считаю, что это неправильно. Они же участники движения полноценные. Да, они участники движения полноценные. Да, у них маленькая скорость. Но они должны все равно знать очень хорошо правила дорожного движения. То есть они точно так же должны учитывать трафик, дорожную ситуацию. Они точно так же должны это все знать. Плюс это дети. Ну, 14 лет, с 14 лет, да, ну как бы... Сознательности там хорошие. Потому что ко мне в школу, то есть родители тоже приводят детей посидеть, послушать теорию. Но им это неинтересно. То есть вот взрослые люди как-то более, то есть им интереснее. Да, а детям они хихикают на задней парте. То есть им это, ну, то есть, ну ладно, посидел. Все, пойдем. Они не так серьезно относятся к этому. Да, они не серьезно относятся, но это очень опасно. Я считаю, что это очень опасно. Поэтому, не знаю, почему они не здороваются, но, как бы, некоторые здороваются. Это исключение из правил. То есть если с мотороллером поздоровался байкер, вероятно, просто кто-то знакомый едет. Мы сейчас должны выйти на новости рекламы, после чего продолжим наше личное утро. Оставайтесь с нами. Продолжается личное утро. Марина Романюк, байкер и преподаватель в мотошколе, автошколе, ну вот как раз с мотоуклоном у нас сегодня. А вообще, куда можно уехать на мотоцикле? Можно ли, ну, есть ли какие-то, например, вот маршруты, где катаются байкеры? Куда, путешествуют ли они? Насколько возможно вот отправиться в какое-то путешествие по стране или за пределы страны? Очень много, ну, целое направление ребят, которые вот получают права, и то есть им неинтересно кататься просто по городу. Они, у них есть конкретная цель, путешествуют везде. В прошлом году у нас ребята вот сдали на права и поехали в Португалию. Посадили своих жен на мотоциклы и поехали в Португалию. Просто поехали в Португалию. То есть останавливались в красивых местах. У них был просто запланирован маршрут, как ты путешествуешь, наверное, на автомобиле, да, только на мотоцикле. Но впечатлений было много. Приезжали, рассказывали. То есть это было очень долго, то есть на байках вдвоем. То есть я не знаю, по-моему. По сколько часов они ехали каждый день? Не могу тебе сказать точно, но так, чтобы не усталость. Опять же, ночью ты не очень приятный, никто не поедет. То есть у них были запланированы остановки там по Европе в отелях, в гостиницах. Они останавливались, смотрели везде красоты, какие они хотели себе. Ну, то есть были запланированы. Очень много людей, которые путешествуют на мотоциклах. То есть тут, конечно, должен быть план. А некоторые просто садятся и как бы, ну, не то что без цели. Они, то есть, ну, едут, куда глаза глядят, куда вот их душа развернулась, хочу там поехать в Литву, поехал в Литву. А можно с первого раза сказать, что человек, например, да, ну вот это точно сдаст. А вот тут с этим большие вопросы. По первому занятию, например, или там по первому там полчаса? Нет, по первому занятию можно сказать, ну, я не знаю, как это будет дальше. Но, как бы, понимаешь, все мы разные. Кому-то побольше нужно будет внимания, кому-то объяснять побольше. Девочкам побольше объяснять, то есть, как работает мотоцикл. То есть, как это все устроено, да, то есть, мальчишкам, конечно, нет, они сели, многие сели, поехали. Есть сложные ребята тоже, но это все приходит, то есть, это навык. Ты оттачиваешь свое мастерство, ты работаешь, то есть, ты выполняешь на площадке определенные фигуры, которые тебе нужно будет и в ЦСДД потом сдавать, да. И, то есть, от самых малых, от самых простых, более сложным, да, и когда ты уже освоил, то есть, твои руки и ноги сами уже все делают. Когда ты освоил определенную фигуру, да, то есть, ну, переходишь на следующую. Да, но я хотела просто, понимаешь, уточнить момент. То есть, в какой-то, может получиться так, что, например, после пятого, шестого раза, уже очевидно, что у человека есть какой-то дикий барьер, и, может быть, его даже не удастся преодолеть. Понимаешь, в чем дело? У человека должно быть дикое желание. Все, кто, очень мало, я даже не могу тебе сказать, кто приходит просто так, но это не Б-категория, то есть, когда, там, тебе 18 лет, и тебе надо пойти и получить права, потому что надо. А категория, все-таки, мотоцикл, это то, чего ты желаешь, это твое, то есть, ну, не знаю. Тереструбленность уже такая. Конечно, это то, что тебе будет переносить большое удовольствие. Нет, я тебе говорю, спады бывают, у меня точно так же было, спады бывают у всех, то есть, особенно, ну, у девчонок, ты же понимаешь, мы же все эмоциональные, ну, как бы. Плачут? Конечно, плачут. Плачут, и инструктор должен подобрать слова, успокоить, то есть, тут психология работает тоже. Плачут, не получается, бросают перчатки и шлем, все, я больше никогда. На следующее занятие я сегодня точно не могу, вот, вот, буквально два дня назад, я все сегодня не смогу. После занятия она показывает такие вещи, понимаешь, конечно, там у нее уже есть определенное количество часов накатанных, но, как бы, она сама воодушевлена, и, то есть, и рада, и что все получается, и все хорошо. Солдат должен уметь разобрать, собрать автомат Калашникова, насколько для байкера важно, ну, вот, понимать, что внутри мотоцикла, должен ли он уметь как-то… Опять же, я все-таки считаю, тот человек, который купил себе мотоцикл, он должен хотя бы мануал прочитать, хотя бы знать. Но многих это совсем не волнует, они могут сдать, как и машину в сервис, им там все сделают, расскажут, покажут, и ничего не надо, даже заморачиваться. Но есть такие ребята, которые, да, сами хотят, то есть, в какой-то ситуации, мало ли что-то случилось, то есть, он знает, как, я не знаю, как устроен его мотоцикл, и что тут надо смотреть. Но, опять же, всегда, это очень важная вещь с мотоциклом, это не машина, у которой четыре колеса, и которая, ну, едет, да, то есть, по прямой. То есть, мотоциклом ты управляешь сам, всегда, всегда надо убеждаться, то есть, что твой байк, то есть, исправен. То есть, чтобы он не заглох где-то между Литвой и Латвией, да? Конечно, 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 то есть, полная проверка мотоцикла, не будет так, что ты там, то есть, ну, то есть, ты останешься с ним один на один на дороге, и все, и, то есть, ну, там не будет столько вариантов, как на машине. Угоны, угоны. Как воруют мотоциклы? Ну, все очень просто, то есть, ну, никакая сигнализация, никакие там GPS-системы, и все, все вот это вот, ну, особо не поможет, потому что угоняют 10 секунд. Два скейтборда, автобус, который оборудован, ну, к примеру, я говорю, да, который оборудован, защищен внутри, что GPS не может считываться, да, 3 человека, 10 секунд, мотоцикл. То есть, они открывают фургон, загоняют? Да, конечно, они открывают фургон, загоняют, уезжают. Если кому-то понравился твой мотоцикл, вот понравился так, что вообще, то есть... Прямо не могу. Да, но только если ты с ним спать не будешь в одной кровати, да, может быть, ну, как бы его не заберут. А много вообще воруют? Не могу сказать, по статистике, нет, не так, как машины, то есть, ну... То есть, меньше машин? Меньше, чем машин. Это потому что у вас сезон, короче. Ну, да, сезон, короче, все, но угоняют даже из гаражей, из дворов. То есть, это вот какая-то любовь маньячная, может быть, вот именно прямо вот какой-то определенный... Да, потому что есть такие мотоциклы, тоже же есть эксклюзивные мотоциклы, понимаешь? И кто, конечно, кто разбирается, он, то есть, всегда знает. Есть просто мотоциклы. Сезон сколько длится? Вот мы открывали, когда это было? В апреле. В апреле. В апреле открытие, и в октябре закрытие. А что вы делаете зимой с этими байками? Ну, кто что, кто просто хранит у нас, отдает мотоциклы, они у нас стоят и спят, как в теплых... В домике, да. А кто-то просто ковыряет свой мотоцикл, он его... В гараже. Разбирает, да, до совершенства. То есть, вот он хочет, он покатался сезон, он хочет что-то поменять, он хочет что-то... Ты понимаешь, это такая наркомания тоже, ну, такая вот, понимаешь... Зависимость. Да, зависимость. Что-то все время на шпигово. То есть, как девчонкам там нравятся туфли и сумки, так и... То есть, мальчишкам нравится, так, я сейчас куплю себе тут накладочка, тут я сделаю, так, надо поворотник ввязать, а у меня такая выхлопная... А я хочу такую, то есть, а это тоже стоит, все, понимаешь... Ну, как бы... Но можно ли сказать, что, например, вообще такой вид спорта, как там мотоспорт, даже если это не спорт, даже если ты для себя покупаешь, даже если это городской байк, это удовольствие достаточно дорогое. То есть, оно, ну, такое, можно сказать, такое достаточно элитное. Нет. Я думаю, что... Ну, то есть, конечно, нет, но разные мотоциклы. Ты можешь... Кто-то может себе и за 10 тысяч мотоциклов, а кто-то может купить и за 2 тысячи мотоциклов. Понимаешь, это... А все остальное? И еще 500 евро экипировка, еще 500 евро сдать? Да, да. Ну, ты покупаешь это, ты понимаешь, ты же это делаешь для себя. Ну, а как люди занимаются хобби и тела? Рыбалки, да. Ты же... Ну, все вот, вот, действительно. Ты в рыбалку, ты там спиннинги, удочки столько стоят, я... Ну, то есть, случайно так вот. Посмотрела и подала лучше байк, да? Дешевле. Потому что везде это будет, то есть, твое хобби – это всегда затраты. У байкера должно быть чувство страха? Да. Всегда? Всегда. Всегда оно должно быть, какое бы ты крутой ни был, как бы ты ни... Оно должно быть. Если у тебя нет чувства страха, ну, то есть... Что надо делать тогда? Не знаю. Поставь байк, подожди, подожди. Да, я считаю, что... Ну, то есть, вообще... Ну, то есть, это всегда приведет, понимаешь, не к хорошему, ну, не к хорошему. Потому что люди, даже которые, то есть, вот, ну, разбиваются на мотоциклах, как не прискорбно, как... Есть люди, ну, шикарные профессионалы, они все делают, они... У них, там, с детства, у них куча сезонов за плечами, он разбивается, понимаешь? Малейший, понимаешь, не только даже... Понимаешь, дорожное покрытие, неправильно выбранная скорость. Вот, вот, вот я не знаю, там, косуля вышла на дорогу вдруг, понимаешь? Ты всегда должен быть на чеку, ты всегда... И это должно у тебя сидеть в голове. Чувство страха всегда должно быть, я считаю. Ну, вот, в связи с этим, например, сколько раз мы наблюдаем сцену, когда, например, на перекрестке байкеры вдруг, ну, там, поднимают машину на заднее колесо, там, срываются с места. Просто вот насколько это, это вот, ну, пижонство, скажем так, вот оно имеет оправданность, то есть, оправданность, или это неоправданный риск, который создает он для себя? Да, вообще не риск, может быть. А может быть, это не риск. Ну, это просто выпендрешь, наверное, какой-то, но, понимаешь, опять же, в каком месте и где ты это делаешь? Человек должен, который сидит на мотоцикле, который это исполняет, да, я, ну, как бы, даже знаю, кто это делает, некоторых знаю, да, как бы он должен понимать, где он это делает, как он это делает и как, какой у него... На Бриви бы, скажем, в середине дня. Он уже понимает, что он упадет, на него просто наедет машина, которая уже тронулась. Конечно, 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 он должен все это учитывать, понимаешь, ну, бывает, понимаешь, какой... Вот ты едешь на мотоцикле, все хорошо, все прекрасно, ты там сдал на права, там, первый сезон катался по прямой, все классно, а потом начинается вот такой, понимаешь, мотоцикл тебя всегда провоцирует, у тебя начинается так, что-то хочу новое попробовать, я бы хотел вот это, я бы хотел вот так вот, это же адреналин, это же эмоции, это же... Ты всегда хочешь получить от мотоцикла, а он тебя будет провоцировать, да, вот эти эмоции. Поэтому все вот эти вот на заднем колесе, ну это надо знать, в каком месте, где и как Поэтому, ну то есть человек должен себе отчет отдавать Ты о байках говоришь вообще как о живых таких существах, что вот он тебя там будет провоцировать, они у нас хранятся в домике Ты к ним так и относишься? Да, не знаю, ну да, это часть моей жизни теперь, и мне это очень нравится Я честно говорю, я когда шла учиться, ну это все было вообще не мое, настолько не мое Но когда у тебя начинает получаться, когда ты понимаешь его под собой, ну это совсем другие эмоции А как он, кстати, подбирается? То есть вот приходит, там, не знаю, мужчина в 120 килограммов, ему там побольше байк выкатывается Приду я, вы моторолю отдаете Ну подожди, подожди, ну когда ты приходишь на первое, ты имеешь в виду процесс обучения? Нет, процесс подбора, ну Мотоцикла, когда ты уже получил право? Нет, когда ты как раз еще начинаешь учиться Ну во-первых, когда ты начинаешь учиться, у нас разные есть классы мотоциклов, там и 125 кубов, да, и 500, и 600 Но ты сразу же, опять же, все зависит от твоего навыка Может быть ты катался без прав уже 5 сезонов, может быть ты знаешь, ну тогда тебе можно поставить мотоцикл побольше А если с нуля, пожалуйста, с маленького мотоцикла все зависит от роста Тебе самое главное понять, то есть как им управлять Вот ты пришла, ты маленького роста, девочки особенно, у нас есть маленький малыш мотоцикл Он мотоцикл, он полноценный, но он маленький как мопед Но ты должна понять, как ты должна им управлять То есть что делать твои руки, как сцепление, тормоз передний, тормоз задний, газ, как переключение скоростей То есть тебе научиться надо пару занятий на маленьком Конечно ты не посадишь человека 120 кг на 125 кубовый мотоцикл Да, конечно, может быть там 500 ему сразу подойдет, но он должен понять, как это работает Первое занятие всегда, вот это вот, ну очень такая база, основа, да То есть ты должен понять, как это все работает А потом уже ты пересаживаешься на мотоцикл побольше и дальше катаешься на этих больших мотоциклах Потому что у нас, понимаешь, такая цель, как бы, ну как бы, что мы должны сделать В ЦСДД определенные мотоциклы, они не бывают, тебя там не подбирают под тебя Они вот определенная модель, и ты должен уметь управлять этой моделью У нас эти мотоциклы есть в школе, поэтому ты все равно придешь, то есть ты будешь учиться, то есть на том, на чем тебе сдавать То есть ты отучишься сначала там на более, может быть, там простых и так далее, но потом, в случае, сядешь на тот, который... Да, все равно на большой, даже если ты маленького роста и твои ноги только носочками достают То есть тебе все равно на нем придется сдавать в ЦСДД, это неважно, сдают все Но это же не честно Это, ну как не честно? Ну ты же не будешь покупать? Ну ты же не можешь, ну ты представляешь, какие потоки идут людей сдавать Это очень, сколько у нас мотошкол, и сколько сейчас это очень популярно, понимаешь? Ты, ну не будешь никто Насколько популярно Сколько байкеров Прирастает количество Если мы выпускаем В год, вот я сейчас смотрю Где-то 150 А школ 10 Я не знаю, я не считала, честно, не считала Количество школ Но очень много А кто без прав ездит? Ты знаешь, кто очень много ездит без прав? Они потом приходят, конечно, к нам за правами Все равно Но очень много байкеров, кто есть без прав Я недавно буквально в одном чатике видела Уважаемые байкеры На красно радар развернули Все такие, окей, впереди-то нет номера Радар не может зафиксировать Если его развернули, то сзади мы номер видим А загибают? Загибают, да Но нельзя, конечно Нельзя, говорят, скоро вообще даже техосмотр Если у тебя номер загнут и отогнут Ты не сможешь пройти, потому что это будет видно Нельзя, конечно Есть и закрывают, и цифры зарисовывают По-разному есть, но На каждого нарушителя найдется человек Который его когда-нибудь определит Если ты постоянно нарушаешь Ну, то есть, вычислить все можно Сидят специальные люди, которые просматривают Ну, ты же понимаешь Когда-то ты попадешь Специально обученные люди Конечно Они просматривают фотографии То есть, понимаешь Ты не будешь только в одном месте нарушать Ты будешь постоянно нарушать И вычислить твой мотоцикл То есть, ну, как бы Это все, это реально Вот, возвращаясь к теме Одушевленности мотоциклов Получается, что смена мотоцикла Это получается вот как развод и новый брак Ну, для байкера А если у него несколько Это как любовница Как Абберейт Да, вот какие-то моменты там Это как если твоя жена Ботовского Например, если несколько этих Ну, у всех по-разному У всех по-разному У кого-то вот, то есть, появился Харли Дэвидсон Он его там прям вот холит, лелеет Конечно, ты к нему относишь Там уже мота, там уже такой, ну, как Член семьи Как бы, и кажется Продать Кто-то нет Кто-то меняет очень Вот особенно, когда ты сдал Первый сезон Ты купил попроще мотоцикл Все же покупают в первом сезоне Сдал на права Попроще мотоцикл Конечно, к этому проще Все люди по-разному относятся К своей технике Кому-то просто расстаться Да, а кто-то будет там Нет, я хочу продать Свой мотоцикл Только вот хорошему человеку В хорошие руки Чтобы он тоже за ним Покажите ваши себе Да Слушай, а кланы? Кланы есть? Вот, например, Харли Дэвидсон Не тусуются там с теми А какие-нибудь там Нет, я не знаю, как они насчет Не тусуются Да, но есть Мотоклубы, да То есть они У них свои тусовки Очень, очень, понимаешь Это, ну, такое Целое движение То есть они приглашают У них всякие открытия У них всякие там мероприятия Это очень круто Понимаешь? У нас есть какой-то, знаешь, какой самый большой? Ну, Харли Дэвидсон Не знаю А у Харли Дэвидсон Еще какие-то Я не могу тебе сказать, какой самый большой у нас мотоклуб Честно говоря, не могу сказать Но их много Он не один Ты же видела открытие сезона Когда возле Молсом собирались На открытие сезона Харли Дэвидсон Выгнали меня со своей территории Они ее огородили ленточками А я туда случайно зашла Они сказали, вы из наших Я говорю, нет Тогда вам здесь нельзя находиться Ну да, у многих свои очень строгие правила есть Ничего себе подумываю Очень строгие правила И то есть если у тебя нет Харли Дэвидсон Ну все Ты не с нами Ты не с нами А знаешь, как у водителей машин Допустим Там, не знаю Зеленый цвет Ну так себе, да Такой, знаешь, лягушачий А что у байкеров? Какой цвет считается таким Не очень, не знаю, популярным Или наоборот популярным Нет, ну Жень Ну нет, ну это же вкус И все-таки Ну как тебе сказать Ну я не могу так Прямо тебе сказать Ну конечно, когда ты сидишь Самый популярный, наверное, черный цвет Черный цвет А самый безопасный зеленый Или красный Или красный Тебя хорошо видно И как бы твоя экипировка Это же тоже все зависит от того Как тебя будет видно в трафике Когда ты Бэтмен Сидишь черный На черном байке Весь в щупом Очень брутальный такой чувак Это одно Низя такой И то есть открываешь газ Постоянно И у тебя еще выхлоп такой Знаешь, который у тебя слышно За два километра Объяснили Или ты едешь как пионер Понимаешь Белый мотоцикл Белый шлем Такой весь белым Ну то есть Или красным Красный тоже почему-то Очень хорошо смотрится Но это заметнее Понимаешь Красный цвет вообще Самый заметный По безопасности Наверное, самый заметный Ну не знаю Есть и зеленые байки И кто-то покупает зеленые байки Ай нет, не хочу зеленые Все, мне мотоцикл нравится Тогда я перекрашиваю в черный И потом привыкают к зеленому Да, я там смотрю Зеленая экипировка появляется Зеленый шлем То есть Ну вот такого плана То есть это все Потом еще один шаг И что-нибудь еще зеленое А потом второй мотоцикл И тоже зеленый Понимаешь Есть же такие, которые То есть один мотоцикл А другой Нет, я на этом по лесу хочу На этом по городу Ну по городу как бы Слушай, а вот Даже среди, может быть Ваших учеников Можно понаблюдать Мы уже выяснили Какой это возраст Как много, например, людей Которые семейные Вот их там жена или муж Отпускают Ну иди поучись Это интересно Потому что мы же понимаем Да, когда особенно есть дети Ну давай вот не надо Это рискованно Там и так далее У меня у самого У меня у мужа Права, например Да, категория И он сдал И сказал Очень здорово Повесь вот сюда Свою экипировку Пусть висит Вот она там и висит Уже лет шесть, наверное Ну Ты понимаешь как? Во-первых, должно быть Понимание между людьми Это первое И то есть Ну как бы Когда не будет понимания Ты никогда не пойдешь То есть только После развода сдавать Наверное Если тебе это очень хотелось А как бы тебя Ну то есть вторая половина Наверное должна понимать Можно и приобщить И вторую половину Ты знаешь как у нас бывает? Сначала приходит муж учиться А потом жена В следующем сезоне А потом дети приходят Все семьи дружно катаются Ну они ездят Они ездят И с детьми И так далее Ну То есть это тоже Опять же Ну то есть Это просто Это надо наверное Просто объяснить Полюбить и показать Это Понимаешь Это я тоже раньше Вот так узко мыслила Да Насчет того что Все сел значит Разбился Все типа Ну нет Мотоциклы с коляской Кстати До сих пор Есть такие Да Конечно есть И то есть Есть даже заезды Есть даже клуб Которые вот именно Мотоциклисты с колясками Они туда классные детей сажают То есть катают Собачек маленьких Экипируют я ведь Таких маленьких Знаешь Не до собачки такие Им надевают шлемик Такие очочки такие Сажают в эту тележку В эту корзину Удивительно Да Чем только не увлекаются А для Вот например Для тех кто ввозит Спортивный или городской Вайки с колясками Это не круто-круто Или не такие Ну попсачки Ну нет Ну это ретро Ты покупила себе такое Я нет Я хочу одна Определенный наверное Есть тип байкеров Это те Для кого Мотоцикл Это способ Соблазнения девушек Да Конечно Когда ты Я даже скажу Наверное Это ну Не знаю Многие мальчишки Сразу Это же повышение Твоего Эго Я Крутой На мотоцикле Девчонки сразу Начают падать Несмотря Кто сидит там В шлеме Они даже Специально выезжают В город И кладут себе В кофер Запасной шлем Возят Потому что У меня и шлем Здесь есть А ты как К этому относишься Почему бы нет Ну это общение Это как бы Это нормально Почему нет А может быть Он найдет свою Не знаю А если он водит Небезопасно Ты вот и садишься Ты ведь не знаешь Нет Человека Конечно Понимаешь Опять же Так не садись Это тоже Постой рядом Постой рядом Постой рядом Споткайся И так далее Я вообще Очень серьезно Отношусь К теме безопасности Все таки Это наша жизнь И надо всегда думать Всегда себе отдавать отчет Что ты делаешь То есть ты сел на мотоцикл Это не машина Это все равно Даже если он тебя провоцирует Это большая опасность Ты всегда должен думать о том Ну то есть тебя же любит кто-то Ты же Ну то есть Ну это не просто Нет Есть такие оторвы Которым наверное все равно Мама, папа, жен И так далее Но ты всегда должен Себе отдавать отчет Это очень опасно Поэтому Ну если ты молодой байкер И сдал на права И хочешь покатать девчонок Ну наверное тоже в голове Должно быть что-то Чтобы ее покатать Потому что ты берешь На себя ответственность За чужую жизнь Понимаешь Ну вот А по поводу девчонок Они должны уметь Например Поднять байк Не знаю Конечно Кто-то Понимаешь как Вообще в нашей ситуации Получается так Даже если ты упадешь На перекрестке На дороге У нас же какие дороги Иногда бывают Не такие ровные То есть ну в колею заехал А вдруг ты заехал на гребень Да То есть ну уронила Девчонки Это маленький рост Это нормально Это бывает Да Куча мужчин рядом Женя Ты не успеваешь Мы вот У нас же такие же ситуации Есть Ну в процессе работы Да То есть ты еще сам Не успел из машины Инструктор То есть выскочить Как уже бежит там С трех сторон Три мужика Которые пытаются Эту девочку поднять Понимаешь Вот так вот Вот это в смысле Девочка будет хорошо Но девчонки Есть разные У меня была в этом сезоне Девочка сказала Нет я сама хочу Научиться Мне не надо Ничья помощь Я хочу сама Есть техника определенная Да конечно Ты можешь Да Это Это реально А что должен Вот например Второй номер Вот пассажир Знать О правилах дорожного движения Ну то есть Нужны ли какие-то Должен ли он смотреть Да на дорогу Специальные знания Ну я не знаю Как сказать Нужно ли ему Узнать правила Он должен быть Проинструктирован Первым номером Как вести себя На мотоцикле Вторым номером Там не знаю Не кричать в ухо Там очень Жутко раздражает Когда шлем Бьется в шлем На каждом перекрестке Тебе в голову Прилетает сзади Там То есть Вот этот щелчок Поэтому Он должен Просто Быть Осведомлен Как себя вести Там не знаю Не щипаться Там не кричать Не шатать мотоцикл То есть он должен быть Одинцем Конечно Он должен Если он конечно Особенно И человек не должен бояться Второй номер Никогда не должен бояться То есть он Не цепляться Решение движения Не делать Да И я считаю Что сначала Лучше потренироваться Со вторым номером На закрытой площадке А потом уже Тогда выезжать В трафик В город В путешествие И так далее То есть человек должен Быть осведомлен Обязательно Первым номером А как ты относишься Например К вот этим Интеркомам Или переговорникам Рациям Которые устанавливают шлем С одной стороны Это удобно Это облегчает Коммуникацию Да Посмотри налево Какой у нас закат Это все таки Да Но все равно Это отвлекает Это отвлекает Да Но я считаю Что и музыка В наушнике отвлекает Понимаешь А есть такие люди Которые вообще Не могут без музыки Но это отвлекает Ты включил музыку Себе в наушник В шлеме И все Ты понимаешь Это опять же Вот эта вот грань Когда ты В машине это опасно Конечно Конечно Когда ты отвлекаешься Понимаешь Ты заслушался И все И ты упустил Ну как бы и все Понимаешь Это же Байк это не велосипед Где знаешь Да и на велосипеде Опасно Везде опасно Надо всегда Только включать голову Разум, голову То есть здравый смысл Он всегда должен То есть все таки Страх должен быть Насколько Насколько все таки Байк Ну Для всех Для всех действительно Вот возвращаясь К этому вопросу Есть ли какой-то тип Людей Которым Ну противопоказано Даже Ну которым Противопоказано Не знаю Может быть Те которые Ничего не боятся То есть потому что Это все равно Как-то фатально завершится Ну вот наверное так Я не знаю Есть такие люди Могу сказать так Чтобы управлять мотоциклом Очень важный навык Ты должен уметь балансировать То есть если ты не умеешь Кататься на велосипеде То у нас были такие девчонки Она не умела Но она на каждом повороте падает Она не знает Что такое баланс Да То есть Вот научиться Сначала Она научилась на велике кататься И пришла в следующем сезоне И выучилась И сдала Все отлично Ну вот На первоначальных Вот таких вот На стадии обучения Да То есть человек должен Ну и как бы Наверное с трезвой головой всегда С трезвой головой Вообще всегда хорошо Войдет машина Нам пора заканчивать Наш эфир утренний У нас в гостях была Марина Романюк Инструктор и совладелец Мотошколы Которая специализируется На мотоциклах Преподаватель теории Преподаватель теории А муж у нее преподает Соответственно практику У нас эфир конечно же Продолжается в принципе на радио Наш эфир заканчивается сегодня Хорошего вам дня И хороших выходных Хорошего дня Пятница Да Ура Всего доброго До свидания До свидания